Привет, YouTube! Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как создание качественного резюме и написание сопроводительного письма для IT-специалистов, в частности для тестировщиков. Но, как я уже сказал, данные правила могут быть применены к любому специалисту из сферы IT, поэтому оставайтесь на данном канале, просмотрите это видео, и, возможно, оно поможет вам создать свое эффективное первое резюме, либо же, как его еще называют, CV. Для того, чтобы не быть голословным, я покажу вам шаблон, который использовал сам при поиске работы и использую до сих пор. Некоторые данные здесь, конечно же, обезличены, но я думаю, что это не помешает вам создать свое CV по образу и подобию того, что покажу я вам сейчас. Давайте поговорим об основных моментах, которые должны присутствовать в вашем резюме. Во-первых, это фотография. То есть она должна быть в строгом стиле, не вычурная. Если мы говорим о девушках, там не должен быть какой-то яркий макияж. Опять же, задний фон не должен быть каким-то кричащим. В идеале, конечно, для CV можно сделать фотографию в какой-то студии. Опять же, в своем каком-то строгом стиле, в деловой манере. Это уже на ваше усмотрение. Я в этом плане сильно не заморачивался. Подумал, что данная фотография соответствует тому, что я себе представляю, и никак не может вызвать негативные эмоции. Хотя некоторые мне говорили о том, что на этой фотографии я слишком суровый. Но все-таки я решил, что ок, я ее оставлю. Поэтому фото мы, конечно же, вставляем в свое резюме. Но если мы говорим о том, что вы планируете трудоустраиваться, например, в США, то там вполне возможно не нужно вставлять свою фотографию. Так как никто не отменял фактор дискриминации по какому-либо признаку. Будь то вы мужчина или женщина, какой расовый возраст. То есть вот эти все факторы не должны влиять на решение компании о том, принимать вас на работу или нет. Опять же, были такие прецеденты, когда соискатели при каком-то отказе со стороны компании могли подать в суд на то, что их не взяли по вот этому дискредитирующему принципу. Поэтому многие компании могут даже не рассматривать ваше резюме, если в нем есть фотография. Пожалуйста, учтите это при выборе того рынка, на который вы подаете свое резюме. Обязательно должно быть ваше, конечно же, имя и фамилия, дата рождения, контактные данные. То есть это телефон, e-mail, возможно, скайп, если есть телеграмму, и ссылка на ваш профиль в LinkedIn. Об этом профиле мы поговорим с вами на одном из последующих занятий, потому что я планирую рассказать о других аспектах, связанных с трудоустройством, о том, как эффективно вообще искать работу, что необходимо заводить, как проходить эффективно собеседование. Поэтому я думаю, вам это будет интересно. Думаю, с этим блоком все понятно, и никаких вопросов у вас не возникнет. Обязательно должна быть ваша цель, на какую позицию вы претендуете. Здесь мы написали, что мы претендуем на позицию QA-Engineer. Если мы говорим о бизнес-аналитике, о девелопере, о PM, то здесь мы просто указываем эту позицию. Опять же, не обязательно указывать, что вы претендуете на позицию джуна, медла, сеньора или да. Дальше мы будем с вами говорить о том, что нужно указывать в графе опыт работы, о ваших скиллах. И грамотный HR-рекрутер обязательно посмотрит на это и сможет сформировать свое представление о том, какую позицию вы можете занимать в той или иной компании. Следующее поле – это summary. То есть какая-то ваша общая информация. Возможно, это выжимка из вашего сопроводительного письма, о котором мы поговорим с вами чуть дальше. То есть здесь мы просто пишем о каких-то своих сильных сторонах, о том, почему вы являетесь хорошим сотрудником, хорошим тимплеером. То есть все это мы указываем. И вообще, на что вы целитесь в дальнейшем. Следующий пункт – это ваши скиллы. Обязательно указываем ваш уровень английского языка и те тулы, которыми вы пользовались. То есть здесь вы как раз можете увидеть то, что в дальнейшем мы будем с вами обсуждать еще в рамках нашего курса «Тестировщик с нуля». Если вы о нем еще не знаете, то сейчас сверху появится ссылка на данный курс. То есть вот этими всеми тулами мы по большей части научимся с вами пользоваться. Я не говорю, конечно, здесь о операционных системах Windows и Android. То есть это вы должны будете освоить сами до того момента, как решите стать тестировщиком. Но все остальное мы, конечно же, будем изучать. Дальше идет информация об уровне вашего образования. То есть здесь мы указываем учебные заведения, в которых вы учились. Не нужно указывать здесь школу. То есть начиная, например, от высшего учебного заведения. Как вы видите, у меня, например, это вообще не связанное с IT-сферой учебное заведение. То есть я когда-то учился на биолога-биотехнолога, но в дальнейшем решил, что необходимо связать свою жизнь с IT-сферой. Если вам будет интересно услышать мою историю того, как я вообще стал QA-специалистом, что предшествовало до этого момента, я запишу отдельное видео. То есть если вы хотите это увидеть, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Я отвечу на ваш зов. И обязательно здесь мы указываем то, что непосредственно позволяет вам говорить о том, что у вас есть уже какая-то квалификация в сфере тестирования, либо же в сфере IT. У меня это были курсы. То есть здесь я написал название курса, когда я их проходил, и краткое описание того, что я вообще на этих курсах делал, что изучил. И так как я в этом году получил сертификацию STQB, то здесь я тоже указал эту информацию, и также ссылку на данный сертификат. Опять же, о сертификации STQB мы с вами поговорим в каком-нибудь будущем видео. Я расскажу вам вообще, какие бенефиты приносит данная сертификация, как ее можно получить, что необходимо изучить для того, чтобы успешно это пройти. Возможно, это станет идеей для какого-то следующего курса. И дальше у нас информация о вашем опыте работы. Стоит отметить, что в данном блоке вам необходимо указывать только ваш релевантный опыт работы. Что это значит? Это тот опыт работы, который можно связать с тестированием, с обеспечением качества, если мы говорим о профессии тестировщика, с бизнес-анализом, если мы говорим о бизнес-аналитиках, с разработкой, возможно, какие-то ваши технические навыки, которые вы применяли на других местах работы. Если это взаимосвязь есть, конечно, мы указываем такую работу. Мне повезло, я работал инженером по качеству, связанным с системой менеджмента качества. Если вы слышали, есть такие стандарты, как ISO 9001, ISO 22000, HASP в сфере хорика. То есть вот этим всем я занимался. И в принципе можно сказать, что я отвечал за качество в тех компаниях, в которых я когда-то работал. То есть здесь уже есть прямая взаимосвязь с тестированием, с позицией QA специалиста. И это, конечно же, можно указывать в вашем релевантном опыте работы. Если мы говорим о том, что вы когда-то работали с лесарем, либо поваром, то здесь, как вы понимаете, никакой взаимосвязи с будущей работой у вас не будет. Если же у вас есть какие-то навыки, например, вы работали системным администратором, то это будет огромный плюс, если вы претендуете на позицию опять же тестировщика, либо же какого-то технического специалиста, возможно, на позицию джуна в сфере девелопмента. То есть все это мы можем указать. То есть обязательно в своей какой-то предыдущей работе ищите взаимосвязь к будущей работе, на которую вы будете претендовать, подавая информацию в CV. Потому что, например, у меня на одном из собеседований в компанию Wargaming спрашивали, как я могу связать свой предыдущий опыт работы в качестве инженера по качеству в компании Danone. Я думаю, что все про нее знают. Это большая транскорпорация, которая занимается производством молочных продуктов, питьевой воды. В общем, я работал на одном из заводов в республике Беларусь и, по сути, отвечал за качество выпускаемого молочного продукта. Проходил разные аудиты, заполнял различные журналы, когда-то даже делал входной контроль молока. То есть все это я мог рассказать на собеседовании и сказать о том, что да, я отвечал за качество продукта, который производила компания, в которой я работал. Я работал с документацией, то есть здесь мы уже можем привязать какие-то навыки по созданию тестовой документации. я коммуницировал с командой, я проходил различные аудиты. То есть у меня там, например, высокий уровень стрессоустойчивости, хотя, опять же, про стрессоустойчивость лучше вообще не указывать в резюме, это уже какой-то рудимент, атовизм и даже считается дурным тоном, если вы пишете стрессоустойчивость, высокая обучаемость, то есть от этого лучше мы вообще уходим в ваших резюме. То есть, что вам нужно запомнить, используя ваш предыдущий опыт работы, как-то его нужно связать с будущим местом работы. Вот. То есть здесь мы указываем вот эти все релевантные места работы и обязательно прописываем те курсы, которые вы проходили. Я проходил, как я уже сказал, курс в специализированной школе, посвященной тестированию. То есть здесь я уже написал, что за вот этот промежуток времени, который я учился, я был на проекте в качестве Q-инженера, тестировал мобильные и веб-приложения, такие-то тулы использовал. То есть, если ваша школа не запрещает, можно написать название проекта учебного, в котором вы участвовали, либо же отделаться такими вот обезличенными определениями, как просто тестирование веб-приложений и мобильного приложения. И когда вы уже будете презентовать на какую-то позицию, общаться с рекрутером, то вы сможете сказать, что да, у меня нет опыта на коммерческом проекте, но я работал в рамках учебного проекта, занимался тем-то и тем-то, рассказать, какие тулы вы использовали, и вполне возможно, что именно этот опыт и станет для вас какой-то начальной точкой для того, чтобы вас взяли в ту компанию. И так как я уже работаю на коммерческом проекте, в своей компании, то здесь мы уже расписываем те проекты, в которых мы работаем. Если, опять же, NDA, то есть это ваше соглашение о неразглашении коммерческой тайны, позволяет вам называть проект, вы можете его назвать, либо же, если нет, опять же, пользуемся какими-то общими названиями, опять же, тестирование веб-приложения и тот домен, который использует данное приложение, например, это медицинское страхование, либо же сеть Хорик, либо это туризм, авиакомпании, то есть просто расписываем какими-то общими словами, что мы делали на данном проекте. И, возможно, ваша будущая компания тоже занимается сходным проектом и рассматривает таких кандидатов, которые работали именно в этом домене. То есть, почему бы и да. Опять же, прописываем те тулы, которые мы используем, и ваши основные обязанности на проекте. Как видите, здесь я оделся просто описанием того, что я делал, но, как рекомендуют, лучше всего прописывать какие-то ваши достижения, например, создал тестовую документацию, которая позволила оптимизировать время на тестирование. Либо же разработал какие-то тестовые доки, не знаю, спеки, информацию о процессе в компании, которые тоже в дальнейшем настроили грамотные процессы в той компании, в которой я работаю. Лучше всего, конечно, еще указывать какие-то финансовые показатели, если вы там с помощью вашей работы их как-то увеличили. То есть, чем больше конкретики и каких-то действительно значимых достижений, которые вы привнесли в вашу компанию, тем лучше для вас. То есть, рекрутеры охотнее смотрят на именно такого рода ваши достижения в компании и будут обращать внимание на ваше резюме в первую очередь. Итак, про опыт работы мы с вами поговорили. Дальше идет какая-то дополнительная информация, например, ваши интересы профессиональные, то есть, у меня здесь прохожу различные курсы, смотрю видеоуроки на YouTube, посещаю форумы, семинары, читаю статьи, изучаю английский. Возможно, рекрутер попросит вас, когда вы будете высылать резюме, добавить информацию о том, военно обязаны вы или нет, женаты вы или вышли недавно замуж. То есть, все это мы тоже можем указать в блоке дополнительной информации. И опять же, сюда вы можете указывать все то, что посчитайте нужным. Но не забывайте о том, что не нужно перегружать ваше резюме, ваше CV и указывать только ту необходимую информацию, которая может заинтересовать вашего будущего работодателя, в первую очередь крутера. И в конце есть такой блок, как причина, почему я хочу работать в данной компании, например, либо на данной позиции. То есть, я там очень заинтересован в обеспечении качества, я бы хотел изучить автоматизацию, знать, что ваша компания может предоставить такую возможность, что я бы хотел поучаствовать в различных проектах. То есть, все это уже на ваше усмотрение, как вы решите, что лучше указать в данном блоке. Это что касается основных моментов вашего резюме. Давайте теперь немножко еще поговорим о том, основные правила, которые необходимо использовать в вашем резюме. Обязательно акцентируйте внимание на каких-то основных блоках, то есть, они должны быть все разделены, в них должны быть свои названия. Выделяйте жирным шрифтом то, на что в первую очередь должен обратить внимание рекрутер, за что можно зацепиться взглядом. Ваше CV не должно быть больше двух страниц. В идеале это вообще одна страница. То есть, тоже не перегружайте его, пишите только ту необходимую информацию, которая будет интересна рекрутеру. Обычный рекрутер получает огромное количество резюме в день. Опять же, если мы говорим о позиции Джуна, то там могут быть десятки, даже сотни резюме, если это крупная компания, так как конкуренция большая, спрос также огромный, ежемесячно выпускается огромное количество тестировщиков. Поэтому тоже старайтесь делать такие резюме, которые будут цепляющие, и рекрутер не захочет его на первых же минутах отложить в сторону. То есть, если какая-то фотография будет неугодна его взгляду, будет какой-то яркий макияж, либо что-то неподобающее, то, поверьте мне, рекрутер даже не будет дальше читать о том, что прописано в вашем резюме, а отложит его. Вторая небольшая часть нашего урока будет посвящена такому аспекту, как сопроводительное письмо. Данное письмо обычно прикладывается к вашему CV, когда вы его отправляете через почту, либо же, даже если пользуетесь HeadHunter, то там есть такая возможность написать сопроводительное письмо, перед тем, как вы плаетесь на ту или иную позицию и делаете свой отклик. Пожалуйста, не пренебрегайте этому аспекту и обязательно пишите сопроводительные письма, потому что это очень сильно повышает вероятность того, что ваше резюме заметят и вообще прочитают, что в нем находится. Что же должно быть обязательно в сопроводительном письме? Это какая-то общая информация о вас, то есть как вас зовут, кем вы вообще работаете, либо же кем вы работали раньше, почему вы именно решили стать тестировщиком, какие возможно курсы вы прошли либо же проходите и какой-то ваш вот этот небольшой опыт тестирования, если мы говорим о курсах, то это возможно какие-то учебные проекты, либо же вдруг вы работаете на различных краудтестинговых платформах, например, U-Test, то есть там вы можете заниматься тестированием как фрилансер и у вас не обязательно должен быть опыт работы на коммерческом проекте. Опять же, если вам будет интересно, что же такое U-Test и вообще краудтестинг, мы сможем с вами поговорить об этом в каком-нибудь из следующих видео. Просто, опять же, дайте мне знать внизу в комментариях. Помимо того, что мы прописываем какую-то общую информацию, также мы пишем, почему вообще ушли в тестирование, почему мы хотим работать в той или иной компании, что вы ждете от нового места работы и призыв к тому, что, пожалуйста, посмотрите мое резюме и обязательно свяжитесь со мной. То есть это такое вот простое письмецо, у каждого оно может быть разное, у меня оно было таким. Еще раз напоминаю вам о том, что обязательно его добавляйте к своему резюме, к своему CV и это, возможно, повлияет на то, прочтут ваше резюме в дальнейшем, обратят на вас внимание или нет. Еще советую для каждой компании писать какое-то отдельное письмо, то есть, возможно, есть какая-то компания, связанная с разработкой музыкального программного обеспечения и вы вот жить не можете без музыки и всегда хотели поработать на таком проекте. Тоже об этом можно написать, что у вас глаза горят, что вы готовы работать с утра до ночи, улучшать эту систему, возможно, вы что-то знаете для того, чтобы эта система работала эффективнее. Все это можно указывать в вашем сопроводительном письме. Опять же, все зависит от вашей фантазии и свободного времени. Но, опять же, советую вам не перегружать это письмо, то есть, вот такое письмо на полстраницы вполне адекватно и рекрутер не устанет читать его и обратить внимание на ваше резюме. Это, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать про написание сопроводительного письма и создание вашего резюме. Стоит отметить, что шаблоны резюме и сопроводительного письма я размещу в своем телеграм-канале. Я специально его создал для того, чтобы там выкладывать информацию о тех документах, которых я говорю и показываю в рамках курса «Тестировщик с нуля». Также там будут какие-то полезные ссылки на литературу, на статьи, на то, что необходимо изучить начинающему тестировщику либо же вообще человеку, который интересуется тестированием. Поэтому обязательно находите данный канал в телеграм. Я оставлю ссылку в описании. Там будет много чего интересного. А на этом у меня все. Как я уже сказал, будет еще несколько видео посвященных трудоустройству на данном канале. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь со мной, пишите свои комментарии, возможно, пожелания того, что вы бы еще хотели увидеть, кроме каких-то технических аспектов в рамках профессии тестировщика. Я обязательно обращу на это внимание и, возможно, в будущем запишу видео на эту тему. И по традиции милости прошу к нашему шалашу. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok